Ребят, всем привет! С вами снова я, Оля. Добро пожаловать на мой тип канал. Спасибо, что открыли это видео. Если вы сошли ко мне впервые, предлагаю подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Нажимайте кнопочку колокольчик для удобства, для того, чтобы вы получали уведомления о выходе моих новых видео. И сегодня видео по запросу. Меня попросили снять видео о несладких ароматах из моей коллекции. Я покажу вам самое любимое из несладкого. Несладкого на мой вкус. Потому что для кого-то эти ароматы покажутся, возможно, и сладкими. Хотя вряд ли. Вы знаете, что я очень люблю гурманику. Сладкую, съедобную. И у меня она преобладает в шкафу. У меня больше ароматов. Знаете, такой перевес в сторону сладости, сахара, гурманики, каких-то съедобностей. Но, парадокс, я ношу чаще не сладкие парфюмы. Они у меня быстрее идут. Потому что от гурманики можно устать в течение дня. Это не всегда носибельно с утра, днем. Чаще гурманику носят в зимний период, в холодный период времени года. Или вечером. Чтобы согреться, окутаться, как-то закутаться приятно в аромат. И у нас 8 месяцев в году лето в Израиле. Но вот гурманика, перевес у меня, перекос в сторону гурманику. Надо над этим, наверное, работать. Потому что стоят много парфюмов нетронутых. Я их люблю, мне приятно ими обладать, я буду ими пользоваться. Но пользуюсь чаще именно не сладкими парфюмами. И покажу вам сегодня самые свои любимые ароматы, в которых нет ни капли сладости, на мой взгляд. Первый парфюм – это Black Afghan от Nossomat. Это мой аромат парфюмерный. Я долгое время он был, сейчас перевесила бакара в экстракте. Я чаще ее ношу, но от этого Black Afghan для меня не менее прекрасен. И не меньше я его стала любить. Просто этим летом досталось бакаре, внимание. Я люблю его носить вечером в жаре, после заката солнца, после захода солнца. И для меня это прекрасный такой дымный аромат дымящихся деревяшек, тлеющих деревяшек. Есть здесь некая сладость травяная, но это не сладость гурманики, и это не сладкий аромат априори. То есть здесь история про тлеющие деревяшки, угольки такие вот, как крышка. То есть вот такие вот, такой древесный, очень комфортный для меня аромат. Один из любимых, наверное, в пятерке любимых парфюмов остается он долгое время. Следующий парфюм, который я очень люблю и буду повторять, в рефиле – это Moonlight in Heaven. Наверное, невозможно от него устать. Байкиллиан, потому что он очень свежий, и это совсем не сладко. Я слышала отзывы о том, что это сладкий парфюм для кого-то. Не может быть. Я не верю своим глазам, когда читаю подобные отзывы. Это совсем не сладко, несмотря на наличие кокоса и манго в пирамиде. И они здесь слышны. Но ветивер здесь обыгрывает все это так, что композиция фужерная, и она совершенно без капли сладости. То есть я не чувствую... То есть даже мне интересно уловить сладость, которую слышат люди, но я вообще не слышу сладости. Это очень освежающий, фужерный, красивый парфюм с очень дорогим звучанием. Обожаю его. Еще один парфюм, который очень сильно люблю – это Chanel No. 5. Вот сейчас, в конце августа, я нанесла его на себя. День проносила его и поняла, что позабыла я о нем. Надо доставать такую красоту. Стоял у стенки в шкафу. И надо было все время к нему тянуться, чтобы носить. И у меня были другие ароматы. В общем, когда большая коллекция, не успеваешь носить ароматы. Знаете, да, этот минус увлечения парфюмерии. Действительно, это большой минус, потому что такие вот прекрасные парфюмы простаивают. И я его достала, нанесла на себя и поняла, что нужно пользоваться, продолжать им. Сейчас, в сентябре, я буду им пользоваться, скорее всего. Нужно, кстати, составить ароматы осенние, ароматы сентября, снять такое видео. И это очень красивый, чистый парфюм. Это альдегиды, это цветы, иланг-иланг, роза. Здесь все вот старошкольные альдегиды. И все слышны, такая, знаете, композиция, насыщенная и, казалось бы, чопорная классика. Но нет, он очень красив в тепле. Очень красиво раскрывается именно в теплом, возможно, влажном климате. Именно вот так мягко. И создает ощущение чистой кожи после душа. То есть продлевает свежесть в течение дня после принятого утром душа. Возможно, в другом климате, в сухом, он звучит более остро, колко. И альдегиды здесь дают такое хрустальное, бриллиантовое звучание. Но в израильском климате, во влажном, жарком, когда влажность воздуха достигает до 80-90%, он звучит идеально. Я считаю, это идеальное его раскрытие. Вот я больше всего люблю его здесь, именно в жаре. И в нем нет ни капли сладости. Ну, то есть, кто знаком с Шанель номер 5, подтвердят это. И еще один несладкий парфюм, который мне очень симпатичен. Это Шивут, Дисквард. Шивут, все в нем отлично, все прекрасно. Здесь такая легкая пудра. Даже, я бы сказала, пыльцовость пудренная. То есть, это не пудра грузная. Это очень легкая, полупрозрачная, метеоритная пудра. Действительно, запах метеоритов от Герлен. Многие в нем это слышат. Я тоже слышу этот аспект. Ну, если бы его громкость немного накрутить, добавить ему громкости и добавить ему стойкости. Великолепная композиция, но из минусов не стойкий и не громкий. С другой стороны, это парфюм Поливашка. Я им тоже сейчас буду в ближайшее время пользоваться активно. Он не душит, хоть и пудровый. Он не сладкий совершенно. Он такой косметический и очень нежно косметический. Знаете, бывает аромат косметики, аромат помады. И он такой жирный, жирные помады. Такой красный в стиле липстик роуз. А бывает аромат блеска для губ. И звучит он более полупрозрачно как-то. И здесь то же самое. Есть пудра тяжелая, а есть пыльца. И вот это, наверное, пыльца от пудры, когда смахиваешь с кисточки остатки пудры. Шикарный аромат. Люблю его. Совершенно не воспринимаю его как сладкий. Да, он и не сладкий совсем. Еще один любимый мною парфюм. Это Black Orchid Tom Ford. Тоже он совсем не сладкий. Он скорее землистый. Есть в нем такая почулевость шоколадная. Но скорее это завуалированные шоколадные какие-то ноты. Скорее здесь про черный шоколад, если говорить о шоколаде. Здесь земелька. Здесь такой потусторонний мир. И вообще это такой колдовской волшебный какой-то аромат. Зелье. Зелье во флаконе. Очень красивый парфюм. Унисекс. Он плотный. Он насыщенный. Такой благородный. Знаете, в стиле парфюма графа Дракула. Но не сладко это. Это совсем не сладко. Это мягко. Это может быть округло. Это густо. Но не сладко. Это не сладкий парфюм. Еще один не сладкий парфюм от Chanel. Chanel Chance of Fresh. Здесь цитрусы брызжащие в старте. Белые цветы. Есть здесь кремовость, которая может немножко сладость напоминать. Но он совсем не сладкий. В базе здесь кедр. И это такой цитрусовый фужер. С различными такими вот нотками. Белоцветочными, сливочными. Но это не сладкий парфюм. Это свежие, освежающие брызги цитрусовых. И фужерная, красивая, благородная база, которую я очень люблю в парфюмах. Далее молекула Эсцентрик 02. Тоже совсем не сладко. Совсем не сладко. И тоже очень энергично. Заряжает энергией, бодростью. Такой, знаете, сила духа появляется от этого парфюма, когда я им пользуюсь. Вот столько я уже его использовала. Нужно на него нажимать. Ну, точнее, не отставлять его в сторонку. Но в целом я каждый день пользуюсь обильно ароматами. То есть от меня всегда пахнет парфюмом. Всегда я много, можно сказать. Ну, допустим, 4-5 распылений. Я их повторяю в течение дня по 2 раза. И всегда получается аромат присутствует. И в целом дойдут и до него руки, чтобы допользовать его. Но не скажу, что устала от него, прям хочу допользовать. Но, понимаете, когда дело переваливает за вторую половину, как бы хочется уже поднажать на флакон, что ему полупустому стоять. Тоже не сладкий совершенно аромат Hugo Boss Woman. Никто его не показывает из блогеров почему-то. А я бы еще ведерко себе прикупила. Очень приятный, свежий аромат. Он летом охлаждает, зимой он согревает. И здесь есть такая ментоловая характерная именно этому парфюму нотка, которой нет ни в одном парфюме. Я его обожаю. Обожаю. Сколько лет его люблю. И ему уже 21 год, по-моему, с момента выпуска. И он ни разу не устарел по звучанию, в моем понимании. Далее сандаловые ароматы. Это Сантал 33 от Лилабо. Тоже совсем не сладко. Это скорее соленые нотки овощные в нем есть, соглашусь. Это кожа надревесная. Это благородная, мягкая, красивая, роскошная. Мне очень он нравится. Он и освежает своей солоноватостью, и согревает кожаными нотами. Но в нем нет ни капли сладости. Совсем очень красивый парфюм. Насыщенный такой, заметный, стильный. Очень крутой. Еще один любимый мой сандал. Это моя новиночка. Сандал блонд от Atelier Materi. Французский бренд. Нишевый. Очень редкий. Просто ниша-нишевая. Очень редкая парфюмерия. Вообще бренд представлен в единичных магазинах. В единицах парфюмерных точек. Короче, завернула. Это сандал. Если здесь соленый сандал, здесь сандал блонд. Это хрустальный, прозрачный, выхолощенный, мягкий сандал. Без соленых нот и без сладких нот. Совершенно не сладко. Это фужер. И очень-очень утонченный. Такая тонкая композиция. Очень нежная, тонкая, полупрозрачное звучание. Но оно все время присутствует, когда вы в нем. Когда парфюм на вас. Он может исчезать. Но любой взмах рукой, волосами и поправляете рубашку, футболку, вы его ощущаете. То есть парфюм присутствует. Такое деликатное звучание, ненавязчивое. Он не задушит никого. Не обнимет никого. Удавкой своей парфюмерной. Ничего подобного. Это деликатно. Это комфортно. И без сладости. Совершенно обожаю его. Обожаю. Нету сил моих. Как я его сильно люблю. У меня есть еще один сандал. Это Just Before от The House of Oud. Но скорее со мной многие поспорят. И действительно я соглашусь. Здесь все-таки присутствуют ваниль и амбра, которые дают характерную сладость. Поэтому, наверное, опустим этот парфюм. Я вам его показываю как третий мой аромат на тему сандала. Два слова о нем скажу. Он на фоне гурманских ароматов, конечно же, не сладкий. Но если смотреть из этих трех ароматов. Этот соленый. Этот прозрачный. Хрустальный. А Just Before он все же в сторону сладости уходит. Здесь и специи, и ванильная теплота, скорее, а не сладость. Все же он такой теплый. Теплый сандаловый аромат. Это, конечно, не так сладко, как в съедобных гурманских ароматах. Ну и это на фоне этих ароматов это сладже, скажем так. Но все равно можно, в принципе, можно в этой подборке. Правильно я сделала, что принесла его. И еще один аромат. Lelabo тонко 25. Это по названию вроде бы гурманника. Но не тот-то было. Это фужер. Это фужерный аромат. Роскошный. Его просто нужно слушать. Мне тяжелее всего его описывать. Это тепло и прохладно. Это мягко и колко. Такой он, знаете, в нем есть и свежесть, и теплота. То есть он может зимой согреть, окутать. И летом он свежий. Такой слышится, как свежий фужер. Нереальный аромат. И он вообще не сладкий. На мой нос совсем он не сладкий. Тестируйте. Обязательно тестируйте. Он стоит того, чтобы его носили. Чтобы его замечали. И давайте покажу еще, наверное, два аромата. Ну, вы их все знаете. Это сислые. У сислой нет сладких ароматов. У них есть еще парфюм. Он позиционируется как мужской. О'де Кампань, по-моему. Пахнет ботвой помидорной. И тоже одно время я бы себе хотела. Ну, мне кажется, я не сношу просто такой парфюм. Может быть, тридцатку можно было бы. Но я, в общем, не заморачиваюсь. Нет и нет. Но он стоит тоже внимания. У меня есть вот такой зеленый шипр. Тяжеловато мне его носить. Но тоже очень сильно я его люблю. Очень колкий такой. Зеленый, горьковатый шипр. Не сладко это. И есть Суар де Лун. Возможно, кому-то это сладко. А мне это совсем не сладко. Это даже такой здесь мед. Но он с горчинкой. Это тоже шипр. Они совершенно разные. Для меня это холодный шипр. О'де Суар. А Суар де Лун это теплый шипр. Он больше для меня на зиму. А этот на лето. И вот Суар де Лун здесь вот мох. Вот эти все шипровые оттенки. И мед. Очень красивый мед. Очень слышу я его здесь. Но он совсем не сладкий. То есть вот для сравнения. Сладкий мед для меня это Делокс Тициана Терензи. Там прям мед с ванилью, с розой. Здесь все очень строго, колко и не сладко. Такой настоящий шипр. Вот шедевр. Я все-таки решила пока не расставаться с О'де Суар. Не могу с ним расстаться. Хочется все-таки мне его еще немного, знаете, не готова с ним морально расстаться. Вот я. Понимаете? Мне хочется все-таки не просто обладать этим парфюмом. Мне хочется его начать носить. Сколько он у меня уже времени стоит просто так без дела. И пробовала я его наносить на себя. Последний раз нанесла. Он меня задушил летом. Наверное, нужно вечером его попробовать носить. Как-то вот хочется все-таки, чтобы он у меня был. И скорее со временем у меня будет такой настрой, чтобы вот его носить и чувствовать себя комфортно. Чтобы не было диссонанса с ароматом. Такая у него коробочка. Здесь такие, знаете, очень, не знаю, как будто внутри такие королевские какие-то обои. Прикольное оформление. Вот такие у меня ароматы, которые я считаю не сладкими. И ношу я все это чаще всего. Ну, за исключением сисла. Сисла это для особого такого настроя. А все остальное я прям вот люблю, ношу. И сладкие все-таки ароматы я люблю больше в холоде. А холод у нас очень малое количество, малый промежуток времени, маленький отрезок времени. Четыре месяца в году у нас холодно. Вот. В этот период я ношу гурманику. Я, зима, когда я вообще не могу носить холодные ароматы свежие. Я не могу. Мне как-то, меня угнетают холодные ароматы зимой. Хотя вот я знаю, что Шанель Шанс Фреш, он звучит очень кристально. Это красивый, такая кристальная такая свежесть в нем. И когда он только вышел, я помню, мы носили его, я работала в Литуаль в России тогда. И мы носили его из тестера. Когда я возвращалась домой с девчонками, выходили порхал снежок. Я помню, это была зима. И перед Новым годом, или после Нового года, вот в районе декабря-января. И порхал снег, и этот аромат, он просто хрустальный. В такой обстановке. Все, ребятки, оставляйте свои комментарии. Какие ароматы вы любите. Все не сладкие, потому что не все любят сладкие ароматы. И действительно, сладость, даже вот я, любитель гурманики, мне тяжелее носить парфюм со сладким звучанием, чем нежели вот такие свежие. На этом все. Всем спасибо. Пока.